Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Привет, меня зовут Лена, это моя дочь Катя, это наши питомцы, Филя, Мухтар. Наши животные, они у нас конечно не породистые, но они у нас спасены оба с улицы. Мы изначально, когда хотели взять собаку, мы приняли такое решение, что мы не будем покупать животное, а подарим лучше жизнь каким-то двум брошенным животным. И Филю мы взяли от уличной собаки, а Мухтар к нам пришел сам, был грязный, напуганный очень, истощенный. И вот уже второй год он живет с нами, вот уже пришел в себя, уже он так не боится. И мы очень поддерживаем всех тех людей, которые не боятся брать животных с улицы, которые спасают им, дарят им шанс на счастливую, долгую жизнь. Я являюсь волонтером приюта «Лохматая душа», очень поддерживаю Валентину Анатольевну во всех ее делах, потому что она уже спасла несколько тысяч животных. И несмотря на все то непонимание, которое порой исходит со стороны, и на всю ту грязь, которую выливают на нее живодеры и зоофилы в соцсетях, она продолжает делать свое дело и не боится, и также спасает животных. И я надеюсь, что все у нее будет хорошо. Она построит новый приют, перевезет туда всех своих животных, и, конечно, только ей нужна наша поддержка и помощь. И надеюсь, что люди не будут равнодушными и помогут ей. Всем привет, меня зовут Люба, я живу в Калифорнии, и я вам хотела немножко рассказать о том, как я узнала Валентину Анатольевну и ее приют «Лохматая душа». Примерно в феврале я услышала о том, что в России убивает много бездомных животных из-за чемпионата мира в футболу. И я сразу начала пытаться искать какие-то пути, чтобы помочь всем, ну, некоторым, по крайней мере, бездомным животным. И таким образом я узнала Валентину и ее приют. У нее примерно 800 или 1000 даже животных, которых она всех очень любит, как своих детей. И я видела ее в нескольких видео. Меня она как-то очень задела, прям, и я очень захотела с ней познакомиться. Каким-то образом я нашла ее телефон, позвонила, спросила, как можно помочь, вообще что сделать. И на следующей моей поездке в Россию я решила просто взять нескольких собак из ее приюта и привезти, найти домаем здесь, в Калифорнии. То есть вот желтая собачка, которая рядом со мной сидела, она именно из приюта «Лохматая душа». Я очень благодарна Валентине за то, что она спасла столько много животных и помогла нам начать организацию здесь, в Калифорнии, чтобы находить дома собачкам здесь. Я работаю в американской организации, которая помогает собакам найти новые дома в Штатах. И я бы хотела вас познакомить с одной девочкой, которая взяла собаку из приюта у Валентины. И сейчас они живут в Калифорнии, в Сан-Франциско. И вот, пожалуйста, она. Ее зовут Джордана, и она живет в Сан-Франциско. Это Джордана, и это ее собачка Ольга, которые приехали из «Лохматой души» у Валентины Силич. У нас несколько вопросов для нее, и она нам поможет ответить. Она говорит по-английски, но мы потом поставим субтитры, чтобы вы все поняли. Наш первый вопрос – это как она узнала о приюте «Лохматая душа». Итак, как вы научитесь о Феррисоле? Я научилась о Феррисоле через организацию в Калифорнии в Сан-Францискохорниях и в том, что он рыжий и в том, что он был в Сан-Францискохорниях. This is Olga, who is now living in California. She started out in Lipetsk for a soul shelter, and now she's here. Next thing is, how has it been since adoption? Since you adopted Olga, what has your experience been like? It's been absolutely wonderful. She's been the best addition to my life. She's a wonderful companion. There's something about rescuing the dog as opposed to getting one through a breeder, where they really understand that you saved them, and the bond is so much stronger. They really just are very appreciative of your being there to rescue them. The companionship has been absolutely wonderful. Also, when I'm walking on the streets, I mean, look at her. She's so cute that everybody just stops me and wants to know where is she from, what kind of dog is she. It's been really, really great, wonderful. She's been a great companion, and also, I just meet so many new people with her. Yeah, nice. For sure. And next one, I guess, would you recommend somebody getting a furry soul animal from the shelter? Absolutely. So, Olga, what did you say? Olga said, good girl, good girl. So, yeah, for a couple reasons. So, she trains really, really easily. You can tell that Furry Soul does a great job interacting her with other people and other dogs. She was very easy to train. She's very social. And really, she's just such a wonderful companion. I can tell that she's a really take good care of their animals there because of how well-behaved and wonderful she's been. Еще раз мы бы очень хотели поблагодарить Валентину и всех тех, кто работает в приюте в Лохматая Душа за то, что вы приносите в нашу жизнь вот таких вот пушистых, забавных зверюшек каждый день и за то, что вы их спасаете. И всем тем, кто смотрит это видео, я очень надеюсь, что вы тоже возьмете животного из ихнего приюта. Валентина, мы вас очень любим. Спасибо большое за все, что вы делаете. За вас. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Татьяна. Я живу в Валентинске. Хочу поговорить о Лохматой Душе, как я познакомилась. Сначала смотрела видео, интересовалась жизнью животных. Потом, почему только смотреть? Надо им помогать. Потихонечку, потихонечку и финансово, и в соцсетях. Вы знаете, это удивительно, когда из маленького щеночка вырастают очень красивые животные. Особенно, если это щеночек попал в виду. Некоторые попадаются очень тяжелые. меня удивляет безразличие и равнодушие людей, которые проходят мне в ней и отворачиваются, думая, ну, кто-нибудь другой возьмет, пригреет, вылечит, пристроит. Только, а мне некогда. И так всю жизнь. Метода, методы, метода. И жизнь проходит. А надо действовать сейчас, здесь и сейчас. Вступайте в лохматую душу, регистрируйтесь в Одноклассниках, ВКонтакте, Ютубе, Вейсбуке. Ставьте лайки, понаблагайте финансово, распрасывайте везде ссылки, чтобы о нас угнали не больше людей. Приезжайте к нам, помогайте не только в соцсетях и финансово, но и помогайте руками. Получайте от этого удовольствие. Вы знаете, какие животные у нас красивые и очень благодарные. Они рады все, как думают, приезжают к вам не больше. Пока пойдем. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Спасибо вам, мои хорошие. Доброго вам здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok